всем привет мои хорошие сегодня у нас с вами будет большое видео я планирую сегодня сделать заготовки здесь очень много паст мел будем с вами лепить мне нужно это все так сказать переработать освободить место потому что крошки и мелких кусочков у меня примерно около шести 7 килограмм и надо что-то с этим делать так сказать освободить место сегодня у нас с вами лепка когда все наши изделия мы просушим я сниму отдельный ролик именно со своими изделиями и так давайте приступим я вам сначала покажу что у меня здесь вообще в ассортименте так значит здесь у нас крошка соленый орешек отставляем здесь я значит расколотила здесь премиум богородская кузя у меня пеленые были ехать размолотила так сказать так здесь у нас подготовленный паста орешек голубая узбечка здесь ассорти буду делать смело а нет обманывала здесь розовая узбечка составной ассорти у нас вот здесь так здесь голубая зеленая узбечка составной кизил так уйгурская серая желтая смешала так и здесь ассорти нижегородских сортов здесь софья здесь у нас серебро серая и маковка по моему так ну и самый большой сейчас я вам покажу тут такая огромная чаша здесь у нас ассорти полные ассорти тоже будем все с вами лепить так здесь у меня мука из разных сортов я просеяла если пасты будут жидковатые будем добавлять муку придавать им так сказать плотности вот эти здесь прям мука 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 так и первое что мы сами сделаем я беру такую форму мы будем делать большую шайбу это паста ассорти ничего сложного в этом нет с разводами с разными нас дали наконец-то отопление теперь можно так сказать лепить сейчас я извожусь видео будет долгим предупреждаю заранее постараюсь чтобы было минимум монтажа для чего мне нужна будет такая большая шайба и я вам потом расскажу так сказать делаю заготовки для будущих роликов скоро мне приедут все сорта которые есть жидцаем скоро с вами будет распаковка думаю сохнуть она будет недолго сейчас разравниваю добавляю так чтобы она была ровная надеюсь не потрескается почему делаю такую толстую потому что все равно потом я смесла и надо будет зачищать так первое изделие как говорится идет у нас на сушку теперь что я хочу сделать здесь у меня астана зеленая смотрите какая прелесть астана зеленая и ой астана зеленых сейчас я вам наговорю здесь у меня узбечка зеленая которая соленая немного астаны что я делаю я беру мелок так мне нужно ложечка немножечко и добавляем сюда если вы ну как бы мой состав повторяет чье-то изделие или девочки вы пробовали с таким составом изделия пишите я не очень люблю заказывать изделие единственное вот украинские глиномелы вот я топик еще у него килограмма два взяла бентонит я тоже искала но что-то я ни у кого его не нашла перчатки уже испачкала сейчас мы их протрем продолжаем так как трубочки я уже сделала зеленые узбечки у нас быстрый вариант будет печенюшек так я нашла такой небольшой способ который мне в принципе понравился знать что я делаю я беру крышки из-под разных контейнеров и делаю из них такие шайбочки маленькая есть сейчас мы с вами будем так сказать делать шайбочку все из подручных так сказать средств у меня уже есть шайбочки из станы желтой и красавчика красавчик мне очень понравился я сделала печенюху так сказать это все они вот не трескаются ровно высыхают и получается прикольная большая такая печенка первая готова лайфхаки для тех кто любит экспериментировать с разными сортами делать разные изделия теперь мы разравниваем она хорошо расплывается за края не вытекает оставляю сверху для спинки выравнивать потом буду форму вот так вторая готова тяжеленько так следующее значит здесь у меня ульгурская она получилась достаточно такая уже хорошенько сюда сюда я буду добавлять орешек нет давайте мы в ульгурскую добавим ассорти нижегородских глин сейчас мы с вами будем тоже лепить сейчас мы это все перемешаем кстати кто хочет сделать пасту из нижегородских глин не заливайте холодной водой их желательно заливать прям кипятком ой какой запах стоит когда заливаешь кипятком она прям хорошо растворяется раскалывается как уральская сначала а затем растворяется перемешивать уже слов но здесь я смогу перчатках лепить почему вы спросите я это делаю в перчатках ребят потому что длинные мел очень сильно сушат руки плюс сейчас отопление и я вам скажу что ручки свои нужно беречь не знаю буду я это видео делить на два раза или буду делать одно большое подносик и начинаем сначала нам нужно хорошо это тесто перемешать до однородной массы эти рецепты я еще не пробовала так сказать буду пробовать с вами что у нас получится ох и мытье мне потом предстоит но ничего страшного так здесь у меня еще лежит шприц будем делать трубочки по способу елены елена к кстати подписывайтесь на ее канал новый кому интересно будет сравнить вкус и она снимает обзорчики на разные сорта можете посмотреть сравнить кто делает шайбу подскажите как вы делаете я вот делаю таким способом то есть вот такая вот печенюха у нас с вами получилось берем перемешиваем прям не бойтесь руками вот так не найти я прокручиваю потом уже формирую форму делаю делаю для себя я иногда очень сильно люблю по и по экспериментировать вот мне очень сильно понравилось делать трубочки и жужбечки зеленый голубой с орешком я уже без вас налепила их когда вся вот эта прелесть высохнет я сделаю обзор я пишу вам получается очень и очень классно орешек вот как вы знаете в таком своем природном видео мне не нравится он очень жесткий очень твердый плотный вкус а я в нем так у него не яркий вкус а вот в каком виде его люблю я его замачиваю водички он раскалывается также как урал очка у него открывается вкус и вот в изделиях он вообще просто классный видите какие у нас получаются штучки одну сделаем большому если вы любите такие видео я кстати очень часто без вас люблю всякие изделия если вы любите я буду снимать постоянно на то есть на постоянной основе и еще напишите мне пожалуйста так как не идут все виды же ты саев там идет северное сияние розовое белое кизил сулу загадка фиолетовая вам в одном видео обзор снимать на все сорта или каждый сорт по отдельности или так и так как бы сравнительное видео всех сортов и по отдельности и остался у нас такой маленький шарик так прелесть какая так все у нас отставляется так замучилась и отмывать перчатки сняла все украшения будем любить так здесь у нас еще осталось вами место значит что мы берем мы берем узбечка розовая астана узбечка розовая астана паста жидковатая так как узбечка мало соленая практически вообще не соленая последнее время узбечка приходит практически не соленая так и мы сюда будем добавлять соленый орешек я не знаю какие пропорции делают продавцы кто изготавливают на продажу 50 на 50 я все делаю на глаз честно сказать глины мелы с соленым орешком я не встречала в основном очень любят туркестан астану тем кембрийскую урал q добавлять мел разный но я люблю экспериментировать вот он сюда весь и уйдет принципе я для него ему наш весь он сюда и уйдет у нас мне кажется будет вкус офигенный так как соленый орешек это такое ощущение что вы едите прям соленый арахис вкус соленого арахиса еще здесь астана идеал узбечка розовая мне кажется будет очень и очень классно такое чумазое видео кто не любит не смотрите так как у меня пока перерывчики я решила себе сделать вот то я чувствую же ты сайта приедут я на них так сказать насяду так ну здесь уже надо вручную здесь уже надо вручную все перемешивать берем формируем руки у меня чистые помытые с мылом так что не переживайте делаю для себя я свои изделия не продаю хочу купить кондитерский мешок делать калиновые розочки калина у меня много узбекский венецкий потом просяновский по моему на него тоже будет отдельный обзор на просяновский неженка от азова у меня остался один кусочек к софии новая партия пока не приехала но очень очень жду когда приедет может быть так но это вот это вот это будет большая печенюшка конечно у меня и муж полепить со мной не хочешь отчет в четыре руки быстро получать у нас такая большая печенюха сорта плотные я думаю получится такие плотненькие хрустящие первый поднос пошел значит здесь уйгурска с ассорти нижегородскими здесь получается у нас орешек астана и узбечка розового на сушку подготовили значит следующее у нас идет здесь чистая узбечка голубая сейчас мы возьмем белочку кстати вот то что я заказывала сезона деревянные ложки девочки не берите качество ужасные так здесь у нас просто голубая узбечка офигенная так как у меня есть палочки с голубой узбечкой и орешком значит мы будем добавлять сюда кизилл и ассорти маленькая ложечка или плюс вами здесь вот прямо на кухне возле раковины потому что отмывать руки после каждого так сказать сорта смотрите какая паста получилось а вкуса какой перемешиваем свеча получится классный сейчас мы перемешаем будем добавлять так сразу скажу трубочки мы будем лепить и за сорти то есть эти все вот которые заготовочки сейчас сделала во первых чтобы не затягивать уж сильное видео но и так будет большим так а теперь мы добавляем бутик есть такие вкусненькие сорта кстати буду заказывать кусковой красный богородская строймат белую гору что-то мне захотелось именно не пеленого у пеленого все равно какой-то привкус странный видать отраспила если на таком этапе так получилось вкусно я представляю что будет когда это все высохнет ну и не могу мне обязательно надо что-нибудь да попробовать если я что-то не попробую тоже будет не то маленько цвет такой знаете получился грязно грязно-розовый кстати же тысай загадка таким цветом серо-розово-голубая очень жду своих посылочек на той неделе они ко мне приедут вот ваша любимая рубрика рубрика распаковка так ну все теперь осталось все это дело сформировать а потом полчаса отмывать руки знаете что я хочу я сюда хочу маленько добавить муки потому что мне кажется на жидкого ты слегка жидкого ты мука сорти мука сорти у меня под рукой хочется мне чтобы тесто было чуть-чуть поплотнее а еще у меня будет к вам вопрос значит здесь я не буду вставлять музыку как говорится вы будете слышать мои комментарии напишите пожалуйста как вам больше будет ну как вам больше нравится смотреть когда то есть дают с комментариями с разговорами лепят или когда вставляют музыку вот мне просто будет интересно мне нравится следить за процессом так сказать в разговорном плане то есть я люблю когда я слышу что автор озвучивает как бы живое общение мне мне так больше нравится напишите как вам такое чем мазая грязненькое видео кругляши любим хотя можно кстати сделать батончик то есть тут как ваша фантазия хотите формы хотите круглые хотите квадратные хотите батончиками как вам нравится больше я делаю все наобум то есть какая форма получилась такая будет все равно это я потом буду где-то зачищать где-то форму придавать так что по этому поводу я даже не заморачиваюсь у нас давно с вами не было таких видео но мы лепили что я как-то последнее время раздвинилась снимать проще быстренько налепить самой и потом уже показывать вам готовый результат в этот раз захотелось сделать это с вами чтобы было так сказать не так скучно получилось жидковатое конечно тесто но я думаю оно подсохнет и будет будет класс пальчиком проведем чтобы оно было более ровно цвет конечно прикольно мне нравится надо сделать пару больших есть у меня задумка потом сделать из них слоистое пирожные с прослойкой составы допустим между слоями ой прям вообще жидкая получилось очень очень жидкая не формируется сейчас мы сделаем лепешку большую лепешку соберем все с рук в духовке я не запекаю если у кого-то возникнет такой вопрос потому что мне не нравится все равно духовка дает свой запах не нравится мне в духовке запекать на батарее самым простым способом до дольше но и вкус сохраняется так вот так у нас получилось осталось место и так у нас остался кизел сюда мы добавляем орешек добавляем ассортки и добавляем ассортки нижегородская это место не занимала все это перемешиваем пасты у меня стояли сутки хотя они все быстро растворяются но я держала сутки так и сюда же мы будем добавлять муку из разных сортов сейчас она получится той плотности которая мне нужна если вы как бы знаете классный рецепт глиномела в печенье пряников шайбочек пишите если у меня будут в ассортименте эти сорта то обязательно я попробую сделан конечно я веду съемки у нас сосед решила сделать ремонт не обращайте пожалуйста внимание на звук потому что перезаписывать я не могу у меня малыш болеет вот у меня пока время появилось пока он спит это прям идеальные пряники получится прям идеально только вот надо все хорошо размять и перемешать вот вы не поверите он 10 лет 10 лет делает ремонт я не знаю что там можно делать но постоянно работает дрель постоянно долбит сверлят я не знаю такие плотненькие прям будут примуще красота и цвет такой знаете кирпич на разбавленный кирпич не такой с розовинкой все хорошо но потом после каждого сорта отмываю руки по полчаса прям красота вот их даже сверху зачистил и получится такая хорошая шайбочка так надо запомнить мне этот рецепт лепится обалденно конечно еще потом когда высохнет мы попробуем как получится по вкусу но я думаю хорошо получится орешек нижегородский кизилл же тысай вот мне кажется очень очень плотная так формирую ничего сложного в этом нет еще один поднос и сделаем у нас готов следующее что у нас с вами осталось у нас здесь осталось значит орешек ассорти нижегородских сюда мы добавляем ассорти мелочков и добавляем просто ассорти девочки здесь весь ассортимент который у меня был и есть на данный момент то есть я собрала всю крошку и так сейчас мы будем с вами перемешивать в этом ящике у меня лежит посуда предназначена специально для мела и глин для мела кухня у меня есть отдельный ящик куда я служила вилочки ложечки чашечки в общем все что мне нужно выделила себе ой-ой-ой все рассыпали посуду для всех наших изделий потом будем учиться с вами лепить корзинки розочки всякое такое корзинку я хочу попробовать слепить со стороны так все тщательно перемешиваем так придется сюда тоже добавлять муку вот хорошо вот прям вот не поленитесь просеете муку ее хорошо добавлять когда вы чувствуете что масса получилась недостаточно плотная и липкая вы когда муку добавляете она прям моментально растворяется и паста получается ровно такого плотности которые вам нужно сейчас мы это все перемешаем из этой массы я хочу сделать шарики такие небольшие небольшие шарики потому что я потом хочу собрать композицию красивую для видео когда мы будем с вами все дегустировать когда это все высохнет у меня еще остались значит трубочки пряники и помните мы формах с вами делали пироженки не все лежит все ждет своего часа ну пироженки я вам скажу получились настолько плотные что прям вообще их очень очень трудно разгрызть так ну а теперь мы начинаем начинаем лепить мне нужны небольшие 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 шариками не получать у меня почему-то получать пряники а мне нужны шарики отлично лепится такие пуговки видео будет очень долгим но я думаю вам понравится что не зря я стараюсь их очень быстро делать очень очень только нужно размять так чтобы вот это вот мука она вся впиталась в основную массу мелочек какие получаются прикольник а вот из этой остаток мне нужно сделать большую как я делала из всех сортов мне вот нужны большие по одному большому прянику мне нужно так мы можем да собираем сколько мне потом предстоит мытья посуды уборки но что не сделаешь как говорится ради вас мой хороший мне если честно очень и очень нравится экспериментировать и делиться вот такая вот петрушка у нас получилось большая будем сейчас лепить дальше есть у нас ассорти добавляем остатки ассорти пиленого так сказать все это перемешиваем будем делать шайбочку еще до кто меня просил значит сделать пасту ассорти с каким-нибудь мелочком будет паста ассорти с усладой буду снимать обзор на усладу сделаю вам пасту ассорти я вам потом покажу когда буду готовить к видео пасту покажу как у меня хранятся вот остаточки от разных разных сортов у меня есть контейнер полный состав на килограммом два три осталось я вам все покажу там астана туркестан и аметист чего там только нету сердце пористое ну все сорта когда я колку делаю конечно снисти камеру тимона тогда я снимаю колку от остается у меня маленькие маленькие кусочки я все в этот контейнер берем нашу форму очень удобно ставить ее на батарею для просушки все это мы выкладываем такая липкая чуть-чуть утрамбовываю чтобы воздух не получился здесь и башкирские сорта в общем все что у меня было крошками со всех пакетов собрано как говорите не пропадать же добро пряник готов здесь у нас с вами тоже ассортим сейчас мы будем замешивать тесто это тесто мне нужно чтобы оно было плотное его нужно хорошо перемешать потому что из этого остатка я буду лепить трубочки по способу еленки я у нее посмотрела как она делает только вот я первые разы я брала маленький слишком маленький шприц на 10 миллилитров в этот раз я взяла шприц на 20 миллилитров чтобы они получились рассказать побольше кстати очень удобная чаша для замешивания тесто все свои подносы чаши всю вот эту свою атрибутику я всегда покупаю либо в галамарте либо фикс прайсе недорого и красивенько прям так тяжеловато мне нужно прям пластилиновая масса очень бы хорошо чтобы она еще суточки постояла дошла так сказать по твердости чтобы практически не прилипало к рукам вот тогда лепить одно удовольствие но так как повторюсь у меня маленький болеет болеет то у мамы нет выбора делаю все набегу пока у мужа выходной пока так сказать у меня есть время не забывайте пока вот так вот так еще добавить тесто наше постояло где-то примерно часочку я дала настояться сейчас мы оденем перчаточки и будем делать с вами трубочки как я уже говорила этот способ я подсмотрела у еленки к но поначалу я конечно ошиблась с размером шприца и так здесь у нас 20 миллилитров носик я обрезала и сейчас мы будем с вами формировать трубочки это все делать очень легко так сказать без лишних усилий масса получилось то что надо выпускаем маленько воздух и формируем трубочки паста ассорти как я уже говорила здесь чего только нет туркестан и астана киргизские вот так излишки мы убираем такая получилась у нас теперь берем подносит такой красивый у меня подносит и просто выдавливаем нашу палочку и так же делаем то есть опускаем в массу и набираем все очень легко и просто если вы видите вот такой вот воздух просто зажимать и вот так ничего сложного в этом нет шприц просто берем и вот так вот давно нацепись и вот такая палочка на сами прочее эту палочку надо будет уравнивать поплотнее нужно тесто чуть-чуть поплотнее так то набирается неплохо но все равно надо поплотнее а так вообще ничего сложного в этом нету вот и все опустили набрали и теперь вода был и вот такие вот как вам показать сейчас я подниму камеру такие палочки у нас получаются так ну еще одну палочку с вами сделала потом уже вернусь к вам когда так сказать все налеплю когда масса как пластилин конечно она лепится удобнее так набираем ну что кока опускаем воздух так выпускаем воздух и продолжаем набирать видите какие разрывы получаются зажимаем и вот так и продолжаем набирать опять от нового воздуха мне надо чтобы они были плотненькие поэтому убираем воздух с них излишки снимаем со шприца ну прям мега грязное видео на сегодня с вами и просто выдавливаем получается у нас трубочка такая вот так но сейчас я налеплю и вернусь к вам и того у нас вот столько всего получилось здесь значит трубочки за сорти большая маленькие пряники такие пряники такие такие сейчас все это идет на сушку когда высушится мы уже будем с вами дегустировать я вам расскажу как получилось всем огромное спасибо за просмотр всех целую обнимаю всем пока пока пока